Утро на Болткоме Мы следим внимательно за тем, что происходит и рассказываем о тех изменениях, в том числе для удобства, может быть, и рижан, чтобы они понимали, где какие будут временные неудобства, которые необходимы для продолжения строительства. И обо всем об этом, о том, что сейчас происходит с проектом Рейл Балтика, как уже традиционно, нам рассказывает Каспарс Вингри, председатель правления компании Аэропорта Залселя Линиас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, о последних событиях поговорим. Вот, например, 30 июня открылась строительная площадка станции Рейл Балтика в аэропорту Рига. Да? Да, это так. Мы гордимся, что, работая в условиях пандемии, мы смогли подготовить к строительству второй по величине и по сложности строительный проект Рейл Балтика. В Латвии мы продолжаем строительство сложных объектов, чтобы они в будущем не задерживали строительство основной трассы. Да. Ну и что вот планируется построить рядом с аэропортом? Мы создадим современный и многофункциональный железнодорожный комплекс обслуживания пассажиров, который будет подключен к инфраструктуре аэропорта и предложит пассажирам новые возможности мобильности и удобства. Это будет первый центр высокоскоростного железнодорожного и воздушного сообщения в странах Балтии. Как я уже упомянул, строительство станции Рейл Балтик в аэропорту очень комплексная задача. Мы должны построить здание станции Рейл Балтика, путепроводы для поезда, соединить основные пути с участком 6 километров железнодорожной дороги и также путепровод через Улмани-Гатв. Это будет как новый железнодорожный мост через Улмани-Гатв. А в чем заключаются эти особые сложности? Например, железнодорожная инфраструктура, чтобы занимала меньше места, станции и вокзал Рейл Балтик в аэропорту будет расположен на эстакаде, который начинается уже от улицы Мазас-Грамсдес и будет проходить через весь аэропорт в протяжении 2 километров высотой около 10 метров. Такие сооружения будут построены впервые в Латвии. Эта эстакада будет намного выше, чем эстакада в центральной станции. Будет тоже создана насыпь длиной 113 метров железнодорожный переезд через Улмани-Гатв и вся эта инфраструктура, это что-то новое, что еще никто не строил в Латвии. А насколько все эти строительные процессы могут затруднить работу аэропорта? Я понимаю, что это сейчас волнует людей, которые собираются улетать, прилетать. Да, у нас есть такая задача и строгие условия, что мы не должны препятствовать работе аэропорта или лишить доступ к аэропорту. Поэтому строительная работа запланирована в 5 этапов до декабря 2025 года. Первый этап это строительство новых дорог и улиц, чтобы сделать новый подход к аэропорту. И потом сама железнодорожная инфраструктура, Роал-Балтика, от станции Иманта до аэропорта Рига. Также строительство вокзала, терминала до 2023 года. И все это должно быть сделано так, чтобы не мешало работе самого аэропорта и не мешало пассажирам аэропорта, который будет ехать на свои самолеты. А сам терминал, наверняка он как-то временно будет закрыт или частично работать. А потом как изменится для пассажиров сама ситуация в аэропорту, вот этот новый терминал? Сам терминал будет все время работать, как сегодня. А в будущем, представьте, что мы подъезжаем к новому вокзалу в аэропорту. Уважая традиции латвийской архитектуры, решение фасада здания будет доминировать элементы дерева. Я не знаю, видно мне за спиной деревянная фасада аэропорта. И эта инфраструктура будет расположена в три уровня. На первый уровень улицы, уровень улицы, зеленый коридор для пассажиров. Это зона для свободного передвижения прибывающих пассажиров из терминала аэропорта. Это так же, как и сегодня происходит, а так же для тех, которые приедут в аэропорт на автомобиле, на общественном транспорте или даже на велосипеде. Сегодня как-то не видно, что кто-то ехал бы на велосипеде в аэропорт. На втором этаже вокзала удобные, просторные, светлые узлы ожидания пассажиров, билетные автоматы, кассы, информационные стенды и мост, который будет соединять на втором уровне пешеходный мост для пассажиров, чтобы прямо пойти в терминал. И самый важный, третий этаж, это будет платформа, скоростной поезд и остановка не только международного, но и экспресс-шаттла из центра Риги. Будет, конечно, доступно несколько эскаляторов и лифтов, чтобы пассажирам с платформ было проще добраться до нужного этажа, считывая, что они будут с багажом и так далее. В непосредственной близости от станции будут новые подъездные пусти для автомобилей, для велосипедного движения, обустроенная автостоянка, хранение для велосипедов и место для зарядки электромобилей. Скажите, пожалуйста, вот эти три уровня, я так понимаю, что поезд приходит на верхний, на третий, на самый высокий, а неудобнее было бы сделать его чуть ниже, ну как-то, мне кажется, логичнее, а то поезд приходит на крышу? Это не самая крыша, но это уровень чуть выше того уровня, который мы знаем как подключение к терминалу, потому что те, которые уезжают, они идут сразу на второй уровень аэропорта, и те, которые приезжают, те только идут через нижний, уличный уровень. И это связано с условиями аэропорта, чтобы аэропорт мог бы функционировать, там нужно место, чтобы переехать все нужные транспорты аэропорта, и там дальше даже сами воздушные корабли, чтобы могли через них проехать не в территории самого терминала. И также обслуживание грузов там должно быть под этим мостом. Поэтому это должно не мешать функциональной работе самого терминала и аэропорта. Господин Ингельс, а скажите, почему именно соединение с аэропортом так важно для Рейл Балтика в Латвии? Почему именно аэропорт и Рейл Балтика должны быть вместе соединены? Мы обоснованно гордимся тем, что наш аэропорт Рига является крупнейшим авиационным центром в Балтии. И с помощью железной дороги мы продолжаем укреплять эту амбицию на новостроенной железной дороге, обеспечивая быстрое железнодорожное соединение между столицами стран Балтии. Будет курсировать скоростной поезд Рейл Балтика как минимум раз в два часа. Намного чаще будет курсировать так называемый шаттл или экспресс-поезд, соединяя аэропорты с центральной станцией в Риге. Это позволит в течение восьми минут добраться до аэропорта из центра Риги. И это послужит очень развитием не только самого аэропорта, но и развитию бизнеса в Риге и окрестностях. Также важно заметить, что создание инфраструктуры даст возможность расширить все услуги обработки авиогрузов, так как сможем создать подключение к территории аэропорта тоже железной дороги. Это будет очень служить развитию аэропорта и экономики Латвии. И все это позволит укрепить позиции Рижского аэропорта авиационного узла. Таким образом будет обеспечено удобное соединение между Ригой и регионом Латвии. И для жителей, тоже для жителей Литвы и Эстонии, Рижский аэропорт будет намного ближе, чем сейчас. Потому что из Литвы и Эстонии на аэропорт соседи смогут попасть не только по международному сообщению, но и из региональных станций Литвы или Эстонии. В прошлый раз мы говорили, что поездка до Пярну составит чуть больше часа. То есть да, из Литвы и из Эстонии добраться до Рижского аэропорта будет значительно проще и быстрее. А учитывая, что вы справедливо заметили Рижский аэропорт, он центральный пока еще. И очень хочется надеяться, останется центральным в Прибалтике, где максимальное количество рейсов осуществляется. Но это приятно, конечно, приятный бонус такой. Скажите, я правильно понимаю, что по Рейл Балтик из Рижского аэропорта будут курсировать не только пассажирские, но и грузовые поезда? Да, да, да. Это будет возможность развивать обработку авиогрузов. И сможет поехать или в странах Балтии, или в другие места, где можно перезагрузить грузы, например, из Рижского аэропорта в терминал грузовой обработки РАЛ Балтика, в Саласпилсе, где это можно уже перегрузить, сортировать и так далее. Это будет совершенно новая возможность для обработки грузов в Латвии. Ну да, для дистрибьюции товаров. И получается такая парадоксальная ситуация, что железная дорога и авиасообщения, которые как будто бы были конкурентами, начинают работать вместе как союзники и возможность перераспределять, например, из Литвы, из Эстонии могут люди, путешественники пользоваться латвийским, рижским аэропортом благодаря вот этой всей системе. То есть все это будет работать в общей связке. Именно так. В такой тесной связке будет работать авиация и железная дорога. Ох, посмотрим, в смысле послушаем, что на это на все скажет Рижский порт. Ну, кстати, Рижский порт ведь, я понимаю, тоже будет в грузы из Рижского порта, можно будет, я понимаю, тоже перевозить на железные дороги через Рейл Балтика. То есть он тоже окажется в выгоде от этого. Именно так, да, потому что Рижский порт будет легко доступен к инфраструктуре Рейл Балтика через грузовой терминал Сауспилс. Ну, то есть все-таки все завязано на Рейл Балтика. С каждым разом мы все больше узнаем об этом проекте, за что огромное спасибо председателю управления компании Aeropostale Lineas, Касфорсу Вингрису, о котором мы периодически общаемся, о том, как ведется строительство Рейл Балтика. Спасибо большое, Касфорс. Спасибо. До новых встреч, хорошего дня. Хорошего и очень жаркого. Пользуясь случаем, нужно предупредить, сегодня, уважаемые слушатели, синоптики говорили снова о рекордной жаре до плюс 34 градусов, по крайней мере, в Риге может подняться температура воздуха, так, пожалуйста, берегите себя. Но в то же самое время появилось сообщение о том, что на следующей неделе возможен циклон, и если он к нам нагрянет, то температура сможет опуститься ниже плюс 20. Циклон нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. А вот теперь мы предупредили, когда его немножко ждешь, когда к нему совсем готов. Ну, и для многих, кто устал от жары, кто не мог высыпаться этими тропическими ночами, наступит, я надеюсь, какое-то облегчение. Ну, а в следующем часе у нас будут очень интересные гости. Мы, во-первых, встретимся с представителями КНАБа, поговорим о том, как в пандемию изменилось, насколько там стали реже, чаще давать взятки, вообще какие там инициативы снизу происходят, на которые, может быть, можно обратить будет внимание. И обязательно обратим, потому что в КНАБе действительно происходят интересные вещи, ну, кроме того, что эта фраза уже хорошо звучит, в КНАБе происходят интересные вещи. Да, КНАБ рассмотрел приблизительно 50 новых инициатив, которые представили в том числе общественные организации. И одна из идей предлагает обязать чиновников публиковать ежегодно не только свои декларации, но и декларации своих родных и близких, что, в принципе, логично, и в каких-то странах это происходит. Об этом мы тоже поговорим с руководителем управления политического планирования и коммуникации КНАБ Анны Алешиной буквально через несколько минут. А возвращаясь к жаре, собственно, жара не только дома нас по ночам изводит, но и на рабочих местах, где нет, в отличие от нас, таких прекрасных кондиционеров. Ведущий эксперт отдела охраны труда Государственной трудовой инспекции Несса Суна тоже расскажет о том, как работодатели обязаны подстраиваться под эту жаруку. Какие условия создавать? Что является нормой, а что является уже как бы теми условиями, когда работник может сказать, топнуть ножкой и сказать, нет, в этих условиях не могу я работать. А еще интересный вопрос возникает. Раз мы начали оперировать терминами тропические ночи, тропическая жара, сравнивать себя со Средиземноморьем, вот этими замечательными странами Италии, Испании и Франции, то возникает логичный вопрос. Почему нам не выдают зарплату бананами? Почему в середине дня в Латвии не устраивать сиеству? Можно ли как-то это узаконить, закрепить, ну и так далее. Вот такие вопросы, которые связаны действительно с жарой на рабочем месте, все это будет приблизительно через полчаса тоже в нашем эфире, так что оставайтесь с нами, у нас короткая пауза.